Детское радио представляет Необыкновенные истории обычных вещей Привет, мам! Привет! Так-так-так, а что у нас лицо? Подожди, я сама угадаю Опять посеял сменную обувь Посеял Эх ты, шляпа! Ошибаетесь Шляпа — это я И вообще взяли моду Стоит кому-нибудь что-то потерять или упустить Так его сразу в шляпы записывают А при чем здесь мы? Лично я сроду ничего не теряла Меня на лавочке забывали, было дело И вернулась-то я только потому, что во дворе ни у кого, кроме вашего дедушки, такой шляпы нет Выходит, сначала узнали меня И только потом выяснили, кто меня Ха-ха-ха Прошляпил Впрочем, так было не во все времена Еще в Древней Греции по головному убору Можно было легко определить, кто его хозяин Встретили человека в островерхом колпаке Знаете, перед вами моряк А если не моряк, то ремесленник Мелькнула в толпе низкая шляпа с широкими полями Будьте уверены, под ней скрывается от солнца путешественник или торговец В средние века мало что изменилось Мы стали гораздо причудливее и разнообразнее Но по-прежнему могли многое рассказать о своем владельце Например, из какой страны он прибыл Чем зарабатывает себе на хлеб Благороден он Или относится к простому сословию И даже о том, есть ли деньги в его кошельке В те времена обанкротившихся должников заставляли носить зеленые И даже желтые шляпы Чтобы все знали Этому человеку в долг давать нельзя Остальные носили шляпы исключительно в свое удовольствие И особенно переуспевали в этом богатые дамы Стараясь перещеголять друг друга Они нанимали лучших шляпников И даже переманивали их у конкуренток А сами шляпники в стремлении превзойти своих братьев по цеху Возвели изготовление шляп в ранг высокого искусства Но времена менялись Пышность и блеск постепенно уступали место практичности И все-таки человек в шляпе всегда выделяется на фоне остальных Главное правильно выбрать фасон Необыкновенные истории обычных вещей